Всем привет! Вы на канале ВотГСН и как обычно в начале нашего видео хочу попросить каждого из вас, если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь пожалуйста и поставьте лайк этому видео заблаговременно. Вы всегда сможете от этого лайка отказаться, но не забудете его поставить в конце. А я заранее благодарен вам за это. Итак ребят, сегодня у нас коротенький обзор глупости, которую я скорее всего сейчас совершу. Почему скорее всего? Потому что надежда теплится в каждом танкисты. Я не являюсь донатером на сегодняшний день и все золото, которое я собираю, я собираю как большинство из вас. Открывая сундуки ежедневные, еженедельные, я выполняю боевые задачи, я смотрю рекламные видео со своего портативного устройства, в частности с телефона, либо с планшета. Это плюс-минус неплохой способ получения дополнительной голодишки в копилку, для того, чтобы потом на что-нибудь раскошелиться. Кратенько, мое скромное мнение. Любые контейнеры это такая, знаете, лотерея, которая явно не на вашей стороне. Я не являюсь участником какой-либо из программ Wargaming, они меня абсолютно ничем не поддерживают, а значит то, с какой вероятностью у меня что-то выпадает в этих контейнерах, это безусловная чистая правда. Без всяких подкруток, и я не верю в те видео, в которых показывают, что из там 5 контейнеров выпадает 3 премиумных танка, хреново туча, золото, и соответственно потом ты это все не можешь дотащить до ангара, весь такой довольный и счастливый. Поэтому, ребят, сейчас я потрачу кровные 4250 голды, которые собирали с мною долгое время, и попытаюсь открыть 9 контейнеров, собери их все. Перечислять все, что есть в этих контейнерах, даже смысла нет. Основной смысл, который есть, это то, что дается 9 контейнеров, и по информации, которая указывается разработчиками, среди всех вот этих вот возможных премиумных машин, если они вам не выпадут, у вас в любом случае выпадет талисман золота с вероятностью 95%, а собрав 7 талисманов золота, вы получаете автоматом 1000 голды. Соответственно, если я беру 9 контейнеров, то в любом случае сразу 1000 можно отминусовать, и таким образом на свои попытки и надежды я положу всего лишь 3250. Ну а плюс к тому, если вы откроете большее количество таких контейнеров, вы можете вернуть себе 2000 голды. Но здесь уже вопрос, а надо ли вам это, потому что результат может-то быть какой угодно. Сейчас посмотрим, что у нас есть помимо огромного количества премиумных и коллекционных машин. Ну да в принципе особо-то ничего вы и не получите больше. Премиум аккаунт, который вам в принципе скорее всего это и не нужен. Талисман золота мы уже обсудили, сертификаты, бустеры и всякий хлам. Хлам, 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 хлам. То есть голда отсюда как таковая выпать не может. Она не выпадает отсюда, она выпадает в виде талисманов. Ну что, давайте рискнем, откроем 9 контейнеров, ну и посмотрим, что с этого получится. Покупаем мы эти злосчастные контейнеры, в которые я, честно говоря, не верю. Ну и давайте попробуем их открыть. Итак, пробуем первый контейнер и что мы из него получаем. Офигеть! Мы получаем целый день премиум аккаунта. Я, кстати, хочу потом цифру стоимости этого контейнера разделить на себестоимость одного контейнера и посмотреть, за что мы купили день према, сертификат на 230 единиц свободки и бустеры прокачки танка, которые нафиг не нужны. Итак, давайте пробуем открыть следующий. Ну, круто, ребята, круто. Еще три дня према, еще 200 свободки умноженные на 10. Это 20, 2000. Вау, вау, боже мой, разработчики, какие вы у нас щедрые. Ну, едем дальше. Итого, опять тот же самый хлам, никому не нужный. Ну, ну, давай. Вот так вот. В принципе, можете лизнуть разработчикам затылок, потому что это единственное, на что они заслуживают в данном случае-то. Ничего. И у нас остается еще 4 попытки. Тысяча голды. Ну, ребят, уже неплохо. Спасибо вам большое, разработчики, за то, что вы вернули мне 1000 голды. Итого я в минусе в любом случае нахожусь сейчас на 2250 голды. Уже неплохо, знаете, так немножко от сердца отлегло, но где-то там все-таки еще щимит. Я немножко оговорился, 1000 голды не выпало. 1000 голды у нас была накоплена в виде вот этих талисманов. И за счет того, что седьмой талисман у меня упал, мне выпало 1000 голды. Так что возвращаемся на круги своя. И опять-таки, 3250 мы в минусе. Охренеть. Так, ну и в принципе, давайте сделаем последнее. Ну, вот так вот, ребят. 28 тысяч свободки, которую, в принципе, я бы за такие деньги не покупал ни в коем случае. Давайте теперь вернемся к тому, с чего мы начинали. У нас остались еще 3 талисмана. Добавим еще потом как-нибудь 4. И, возможно, вернем себе еще 1000 голды. Ребят, что мы имеем на выходе? А на выходе мы имеем следующее. Сейчас, ради интереса, мы откроем с вами... Где же этот калькулятор-то, в конце концов? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо было заранее подготовиться. Итак, калькулятор. Давайте посчитаем. 4250 минус 1000, которая нам вернулась по результатам талисманов, получается 3250 голды мы потратили. А теперь давайте разделим на 9 контейнеров, которые мы получили за это. Итого мы получаем, что за каждый контейнер мы заплатили по 360 голды. 360 голды за один контейнер, из которого выпал такой хлам, который в принципе я бы в жизни за голду не купил. Я бы этот хлам и за серебро не покупал. Какой вывод можно с этого сделать? А вывод мы можем сделать с этого следующий. Всем категорически не рекомендую приобретать себе какие-либо контейнеры, за сколько бы они не продавались, сколько бы они не стоили, что бы в них не лежало. Вне зависимости от того, какой процент выпадения чего-либо из этого контейнера не был бы. Поэтому гораздо лучше, прислушайтесь к этому совету, не сделайте такую глупость, как я, не сфукайте 3250 голды в никуда, а лучше оставьте эти 3250 голды. И когда здесь в магазине будет появляться что-то конкретное из того, что вы хотите, ну допустим мы будем говорить так, предполагая. Допустим вы хотите себе там танчик, ну не знаю, что там сейчас на продаже-то есть. Ну давайте вернемся к танчику Т23Е3, который я считаю танчиком must have в ангаре среднестатистического танкиста. Лучше 3500 сразу отдать за то, что вы видите и получить то, что вам надо, чем покупать фуфловые контейнеры, в которых ничего, как правило, не выпадает. За время того, как я играю в танки, это 7 лет, мне выпало из контейнеров 3 машины, причем 2 из которых выпало в контейнерах по ежедневным задачам. То есть логика, ребята, очень простая, ну простите, не по ежедневным задачам, вот эти вот ежедневные контейнеры, из которых может что-то выпасть вам, когда вы их открываете. То есть справедливости ради отмечу, мне выпал Черчилль из вот этого контейнера и мне выпало, 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 мне выпало АЦ-4 Сентинел из вот этого контейнера. Все, ребят, все остальные танки, которые у меня есть, это купленные танки в магазине. Не покупайте контейнеры, если вы не хотите щекотать свои нервы или финансово не можете себе это позволить. Кроме как пощекотать нервишки и получить каплю адреналина, вы ничего не получите. Я же на данный момент скажу от чистого сердца, кроме разочарования, я в данный момент не чувствую абсолютно ничего. Всех благ вам, ребят, играйте в танки, получайте удовольствие, кайфуйте, возвращайтесь на мой канал, смотрите другие видео. Всех благ, увидимся в боях.